Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия. И сегодня мы будем читать 43 главу этой книги. И мы читаем с первого стиха и ниже. Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который они привезли из Египта, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять купите нам немного пищи. Почему он говорит немного пищи? Немножко как бы непонятно. Он продолжает верить, что Господь пошлет все необходимое, как Господь клялся Аврааму, Исааку, и как Господь говорил и Якову. Поэтому он говорит, купите нам немного пищи. У него есть надежда, что через некоторое время опять будут благословения Божии. И сказал ему Иуда, Иуда – это царственный персонаж на страницах Ветхого Завета, потому что Иуда – это родоначальник царского дома, из которого происходит и царь Давид, а по плоти и сам Господь наш Иисус Христос. И сказал ему Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. «Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи». Они вот не говорят, и купим тебе немного пищи. А у них нет веры, что вот Господь обязательно сдержит свои обещания. У отца Иакова больше веры. «И купим тебе пищи, а если не пошлешь, то есть Вениамина, с нами, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами». Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат. Иаков не может понять, зачем это – прийти куда-то и рассказывать все. И он прав. Верующий человек, общаясь с неверующими язычниками, не должен рассказывать о всех обстоятельствах своей семейной жизни, приходской жизни, какие у него взаимоотношения со священником, с епископом. Потому что язычники все будут использовать в пользу себе, а они – враги церкви. «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш? Ведь он интересовался здоровьем отца своего. «Есть ли у вас брат?» Он же родной для него и по отцу, и по матери. «Мы и рассказали ему по этим расспросам, могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего». Десять на они не могли этого предполагать. И Юда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем». Что значит «со мною»? Ведь он не один пойдет с Вениамином. То есть «я буду отвечать за него». Вот что говорит. «И Юда словами отпусти отрока со мною». То есть «я не отойду от него ни на мгновение». «И мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши». А откуда такая уверенность? Почему он так говорит? Пророческий дар мог проявляться здесь в нем. Святой Дух, Кадеш-Руах, мог касаться его сердца. И здесь Юда говорит со всей, как бы, очевидностью, «Я отвечаю за него из моих рук, потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицем твоим, то останусь я виновным перед тобою во все дни жизни». «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Вот такой аргумент оказался, как бы, решающим. «Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей». Плодов земли сей, по-еврейски «земрат», «ха-арец», имеется в виду всего самого лучшего. Всего самого лучшего. Это от корня «земирот», «земирот», то есть самый лучший берите. «Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама, бальзама, цори, по-еврейски цори, стераксы, по-еврейски неход, неход, несколько меду, стераксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. «Возьмите и другое серебро в руки ваше, другое-то мешне, как бы второе, второе. Что он имеет в виду? Вот то, которое в мешках нашли, вот его берите назад, отвезите, не надо нам чужого. Но возьмите другое серебро, мешне, другое, которое я дам, потому что, может быть, это случайность, то, что наше серебро вернулось, и его могут потребовать за тот хлеб, который мы уже съели. А вы возьмите другое серебро, чтобы купить новый хлеб. Возьмите другое серебро в руки ваши, а серебро обратно, положенное в отверстие мешков ваших, непонятно кем, правда, положено, возвратите руками вашими, может быть, это недосмотр. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий, по-еврейски это эль-шадай, по-гречески пантократор, то есть вседержитель, Бог же всемогущий да даст вам найти милости у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, то есть Симеона, Шимона, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным. То есть, а если ничего не получится, ну, что же делать. И взяли те люди дары эти и серебра вдвое, взяли в руки свои и Вениамина, и встали, пошли в Египет и пристали при лице Иосифа. Вот они идут в Египет, везут Вениамина, самый младший из братьев, последний сын Иакова. Конечно, они смотрят на него и думают об Иосифе. Ведь Иосиф ехал в Египет в окружение рабовладельцев, которые могли издеваться над ним, унижать его. И они встали, пошли в Египет и предстали пред лице Иосифа. И взяли эти люди дары эти и серебра вдвое, то есть все как положено, и теперь они стоят перед лицом Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, представляете, как все всколыхнулось в его сердце, это его брат и от отца, и от матери. Иосиф же, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего, «Веди сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». «И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом». Вот тут, конечно, многое для них было непонятно. Их вводят в дом Иосифа. А что, дом у них, какой-то магазин по продаже хлеба? Это же не элеватор какой-то. Почему им нужен вот этот, этим египтянам, этот мальчик их? Все им непонятно. И испугались люди это, эти. Что ввели их в дом Иосифа? Они испугались. Может быть, сейчас вот им припомню то серебро, которое они нашли в мешках. И сказали, это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, вели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших. Они очень боятся. И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома, то есть еще не войдя в дом. И сказали, послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстие мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши. Вот смотрите, сначала мы прочитали 18 стих, что ввели их в дом Иосифов, а 19 стих стали говорить ему у дверей дома, то есть еще не войдя в дом. Здесь нет противоречия, просто сначала говорится, что их ввели в дом, а потом рассказывается о том, как они себя вели перед дверью дома. Конечно, они были напуганы, не могли так опрометчиво войти в эту ловушку, потому что разные сомнения, они их касались. Это научает нас осторожно себя вести в общении с чужими. Он сказал, будьте спокойны, не бойтесь, это говорит распорядитель в доме, Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших, серебро ваше дошло до меня и привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, вот здесь уже вводит в дом, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. Вот почему они приготовили дары. Они не хотят садиться за один стол с язычниками и как бы уповать на эту гуманитарку, которую им предлагают. Они не хотят быть должными ничем этим язычникам. Вот когда в 90-х годах Россию заваливали гуманитаркой, там разные кредиты предлагали, даже навязывали разные кредиты, вот верующие христиане всегда помнили, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И их поведение для нас это пример. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. Есть хлеб, хлеб это эфемизм, имеется в виду здесь вообще хороший стол. Хотя есть хлеб означает иногда нечто другое. Пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Ну, как он и предсказывал, что будут поклоняться это сны Иосифа. И мы видим, что здесь уже второй раз о нем поклоняются, как было два сна. Он спросил их о здоровье и сказал, здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он? И смотрите, внимание, они сказали, здоров раб твой, отец наш, еще жив, и преклонились они поклонились. В присутствии Иосифа, сына Иакова, его отца назвали его рабом, и он никак это не остановил. Иосифа – это непочтительное отношение к Иакову, отцу, со стороны сына Иосифа. А заповедь, почитая ца и мать, это заповедь с обетованием, и будешь долголетен на земле. Иосиф умирает раньше всех своих братьев. В конце книги «Бытия» сказано, и похоронили братья Иосифа. Он не был самым старшим. Он был один из младших. Самый младший был Вениамин. Вот именно за то, что в его присутствии его отца назвали рабом его, и он никак не отреагировал. Они сказали, здоров раб твой, отец наш, еще жив, и преклонились они, поклонились. И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, то есть опять увидел, брата своего, сына матери своей, и сказал, это брат ваш меньший, о котором высказывали мне. И сказал, да будет милость Божия с тобою, сын мой. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела, воскипела любовь к брату, воскипела, по-еврейски, «нехмеру», это подобно как возгорелось, воспламенилось, воспламенилось, такое чувство любви. Воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вышел он во внутреннюю комнату и плакал там, чтобы они не видели. И умыв лице свое, вышел и скрепился, скрепился, то есть сдерживал свои чувства, и сказал, подайте кушанье. И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они перед ним, первородные по первородству его, и младшие по молодости его, и дивились эти люди друг при другом, и посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним. Итак, мы окончили изучение 43-й главы книги «Бытия». Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 44-ю главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новой передаче. КОНЕЦ